Здравствуйте, это ток-шоу на Интере касается каждого, программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Тема эфира сегодня – школьная дедовщина. Жестокость, которая начинается со школьной скамьи. Убийство, которое потрясло всю Украину. В Черкасской области погиб 12-летний Дима Артёменко. Перед смертью мальчик успел сказать родителям, что его избили в школе. Он мне сказал, мама, у меня был старший классник. Ударил голову в песок и ударил вольцедаву. Но, по словам учителей, всё было совсем не так. У него всё болело, и он плохо слышал. Вот всё. Он не отвечал внятно на вопросы. Только после трагедии испуганные школьники начали признаваться, что над ними тоже издевались. Тоже они ударили, но ни за что. Родители учеников требуют наказать виновных в смерти подростка и готовы бороться за безопасность своих детей. Если родители перестанут бояться и поднимутся, то это будет самосуд. Что же стало причиной смерти семиклассника Дмитрия Артёменко и кому выгодно скрывать правду? Мама Димы, Ирина сегодня в нашей студии. Ирина, мы соболезнуем вашему горе. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Этот день я буду помнить до конца своих дней, наверное. Я была на работе, мне позвонила учительница, классный руководитель Димы, и сообщила о том, что ребёнок в реанимации. На мой вопрос, что случилось, она ответила, ничего не известно. Позвоните бабушке, скажите, чтобы она его домой не ждала. Вот и всё. И директор фирмы, на которой я работаю, повёз меня домой машиной. Я была в постоянной телефонной связи с родителями. Их у реанимацию не пускали, ждали меня. Я приехала и пошла к сыну. Они сообщали постоянно, постоянно сообщали. Что видимых травм нету, на нём ничего не произошло. Просто ребёнок потерял сознание, анализ крови мы взяли, кардиограмму сделали, давление померили. Будьте спокойны, утром заберёте ребёнка домой. Так и сказали врачи, товарищи. Да, это есть свидетели, люди, там стояли пять человек под дверью реанимации. В принципе, так и получилось. Утром мы ребёнка уже забрали. А раньше когда-нибудь Дима терял сознание, у него было слабое здоровье? Нет. И я вам расскажу, у меня мальчика в 13 лет, рост был метр семьдесят. И ещё перед Новым годом он, ну, жаловался, там, ножка, там, ну, вот кости он. И я положила его в больницу на обследование. Ему сделали, ну, абсолютно всё, все процедуры, УЗИ и, в общем, всё, что можно было сделать. И ребёнок здоров. И объяснили просто, что это от того, что он быстро растёт, у него там есть какие-то, ну, это понятно, сколиоз, там, массаж ему назначили. Он массаж, прошёл курс массажа. Какие обмороки. То есть вы не поверили врачам тогда, что это просто плохое самочувствие? Нет, конечно, конечно, нет. Мы с сыном каждый день общались, и если бы он себя плохо чувствовал, он, он... Он ноготь не так срежет, и маме расскажет, понимаете? Ну, да не было таких там травм у него каких-то там... Ирина, когда вы приехали в реанимацию, Дима был в сознании? Да. Вы с ним успели поговорить? Да, я с ним разговаривала. Я зашла, меня пустили, я с порога увидела, что у моего ребёнка разбито лицо, разбит нос, напухла губа. Он тянул речь. Я не доктор, но я понимаю, что когда речь тянется, это... Ну, я знаю, после инсульта. Это что-то всё... Ну, не может просто так это быть. Не от того, что он слабенький. И я начала у него, конечно же, потихоньку расспрашивать. Я не думала, конечно, что этим кончится. Я думала, что... Ну, чтобы потом разобраться. Начала спрашивать, сынок, что произошло, что случилось? Он сказал, что его избил старшеклассник. И я спросила, куда тебя ударили. Он говорит, вот сюда, вот сюда и в ручку. А Дима не говорил, это был конфликт. Почему? Почему он его ударил? Ребёнок пошёл в туалет. Не вовремя, когда там были старшеклассники. Чем они в туалете занимаются? Я не знаю. Слухи ходят разные. Я не хочу говорить то, что я лично сама не знаю, но урок только начался. И для того, чтобы там никого не было. Почему эти... Не дети, как сказать правильно, чтобы плохим словом не сказать, были дни на уроке. Это надо спросить их учителя, кто их должен контролировать. А как учителя вам объяснили, что произошло? Они мне ничего не объяснили. Я, когда вышла с реанимации, я сразу же набрала папу, сказала, что ребёнок избит. И он приехал в больницу и поехал только после этого. Поехал, привёз того доктора, который, я не помню, как называется, ОМРТ, когда голову просвечивает. И оказывается, что да, действительно, там есть травма. Надо же такое дело. И набрала учительницу, которая мне звонила, классного руководителя. Я её спросила, вы разве не видели, что ребёнок избит? Ничего я не знаю, ничего там нету. Я буду звонить директору. Вот весь разговор. Как школа комментирует? Не знаю. Не знаю. Я в школу у меня пока не была. Я пока не могла. Я похорон. Ребёнка. И честно говоря, я... Что я скажу убийцам моего ребёнка? Что я скажу? Я не хочу провоцировать себя. И я хочу, чтобы... Если я пойду и что-то сделаю плохое, это не остановит. Не остановит ничего. И остальные дети так и будут страдать от этого. А вы знаете, кто эти ребята? Я приблизительно знаю. Я не хочу, извините, называть имён, потому что... Не потому что... А потому что просто я не хочу, чтобы ответил кто попало. Кто-нибудь. На кого там... Вот какие-то есть мальчики, которые всех задирают. И вот чтобы... А я хочу, чтобы нашли именно тех, которые действительно это сделали. Избили его. А кто... А кто его добил, это ясно. Это учителя, которые отнеслись к этому безответственно. И врачи... Врач, которого даже не было... Не было... Может, он не был где-то в больнице, как они сейчас говорят. Но когда у моего ребёнка начался приступ на моих глазах, его не было. У них даже не было лекарства, которое... Можно было бы этот приступ остановить. Меня... Я побежала в аптеку, принесла, и только после этого ему укололи. Я просила, что... Колите, я сейчас куплю, принесу и деньги вам дам. У нас нету. Нету. И когда он кричал, что мне больно, ему говорили, тихо, тихо, не кричи. Здесь много, ты здесь не один. В 11 часов вечера мой ребёнок умер. Мы были в реанимации под дверью. От нас позакрывались на все замки. Вы же знаете, в таких случаях доктора можно хватать или не хватать за... Вот вам сейчас всё скажут. Всё скажут. Всё скажут. Вошли и сказали. Мальчика больше нет. Давайте сейчас посмотрим, каким запомнил Диму его младший брат Назар. Внимание на экран. Дима был очень хорошим ребятом. Он был моим братом. У нас был с Димой самый теснейший связок. Мы были братьями. Он всегда со мной дружил. Он был очень хорошим ребятом. Он никого не зачипал. У меня там не было. Но я думаю, что Диму побили. Забрали классные руководители и сказали если вы хотите закончить эту школу, то вы ничего не слышали, ничего не видели. Это, я сказала, в Каменской школе у всех детей. То, что случилось, всколыхнуло весь город Каменку, Черкасской области. И у нас в студии Александр Шаховцов. Это старший редактор программы «Касается каждого». Александр. Я буквально перед программой непосредственно беседовал с классным руководителем. Человек абсолютно не чувствует вины никакой за собой. Она говорит, я сделала всё, что от меня зависело. Я его сопроводила в реанимацию. И была до того момента, пока не приехали родственники. Нет, её не было. Она бросила его. И вот у меня такой момент, я хочу вас, Ирина, спросить. Вы знаете, что классный руководитель приезжала на похороны? Знаю. Знаю. Мне потом сказали. И сказали, что её не пустили. А кто её не пустил? Неравнодушные люди. Не пустили. Ну, то есть, может быть, уже даже на этом этапе конфликт между школой и родителями. Потому что, вроде как, классный руководитель приехала принести соболезнования высказать, может быть, извиниться. Как извиниться? Александр, и всё-таки, а какая вам удалось узнать, какая официальная позиция школы? Вот что произошло? Официальная позиция школы заключается в том, что ребёнку стало плохо, по всей вероятности, он упал с лестницы или что-то вот в таком роде произошло. Да. Но, дело в том, что там замкнутый круг в школе. Человек, который непосредственно руководит всеми школами, есть такая инстанция, как Горано. Вот руководитель этого Горано, это супруг, муж, психолога, который работает в этой школе. Родители боятся отпускать своих детей в школу. Родители боятся, чтобы детей не покалечили и чтобы дети доучились каким-то образом. И самое, что страшное, что есть свидетели этого происшествия. Есть неофициальная версия, которую я слышал и высказывали неоднократно. То ли техничка, то ли дворник. Видели, как этого ребенка избивало трое парней, причем один из них снимал на мобильный телефон. Но, когда я беседовал со следователем, следователь сказал, что мы не можем никак получить эту видеозапись. По всей вероятности ее удалили. Так вот, это человеческое равнодушие, для того, чтобы сохранить свою шкуру на посту уборщицы или технички и бояться за свою работу. Вот это молчание приводит к тому, что стирается доказательство. Наши журналисты встречались с классным руководителем. Давайте сейчас посмотрим, что нам сказала Оксана Владимировна. Я хочу небольшую ремарку к этому видео, которое вы сейчас увидите. Это во время похорон классный руководитель спряталась в микроавтобусе в автобусе школы. И наши журналисты через водительское место проникли в салон. Я общаться с вами не буду. Дорогие мои товарищи, хватит уже этих стрессов. Хватит. У тебя стресс. Было все, что мне было. И мы среагировали очень оперативно, быстро. И вплоть до реанимации я была рядышком. Он вам что-то говорил? У него все болело, и он плохо слышал. Вот все. Он не отвечал внятно на вопросы. Все. Мне очень жаль. Да, жаль, что так получилось. Светлый, доброжелательный ребенок. Саша, вот интересно, вы пытались пригласить либо директора школы, либо классного руководителя к нам на программу? Они отказались на отрез. Там неплохой, порядочный директор школы. Но он настолько слабохарактерный, мягкотелый человек, что там руководит группа два-три преподавателя со стажем. Они руководят в обороте этим директором. И директор, он и хотел бы приехать, потому что были преподаватели, которые мне лично звонили преподаватели этой школы, которые хотели приехать на программу. То есть они, по сути, боялись потерять работу? В чем дело? Но за день до выезда их собрали все в город, но и сообщили, что если вы хотите доработать, вы закрыли рот, ничего не видели и ничего не слышали. Я прошу вот режиссера показать видео туалета, где происходило это событие. На побелке, сейчас вы увидите, обратите внимание на этот кадр, осталось пятно крови, которое, которое просто им не удалось смыть или замыть. То есть вполне вероятно, что если мама придет через день, через два в школу, там будет сделан неочередной ремонт. Ирина, скажите, а это единственная школа в Каменке? Нет, это не единственная школа в Каменке, но, во-первых, в этой школе учился папа, папина сестра, и мы ходили все вместе к директору, общались с ним. Ну вот ему там будет даже лучше, чем дома с мамой, понимаете, вот такие нас убедили, я же, это же мой сын, я же не просто его вот взяла и вот швырнула куда-то, да, куда угодно. А скажите, пожалуйста, вот преподаватель сказал, что все-таки была операция, его оперировали? Нет, не было операции. Это тоже очень момент такой, понимаете, во-первых, они вообще поняли, что ребенок избит, после того, как я подняла шум, что он избит. Но поймите, есть методика, которая обязывает врачей при этих симптомах делать операцию. Это бы элементарная трепанация, которая снимает давление с мозга, и человек остается жив. Нет симптомов, нету. У него кровь взяли, и все. Они, когда обнаружили, что у него зрачок расширен, они у него кровь взяли на наркотики. Что-то на алкоголь. Ну никак не на то, что у ребенка может быть ушиб, травма, понимаете? Давайте сейчас послушаем, как вспоминает происшествие директор Каминской средней школы номер один Анатолий Могилко. Внимание. Мы сейчас проводим расследование подчас того, что перерыва ей стало погано. И в первую очередь ее доставили до медичного пункта, выкликали швидкую допомогу и отправили в лекарню для надания первой медичной допомоги. Ирина, а вот он говорит, директор говорит, что во время перерыва, то есть после перерыва. Нет, это неправда. Мой ребенок мне сказал лично, что начался урок, мама, я пошел в туалет, когда уже начался урок, в шеф 4-ка не пришла, и я думал, что их там уже немало, а они были еще там. То есть ребенок знал, понимаете, дети знают, что они там, кто они, где там, ну вот, это же должна вся школа знать. Одни и те же, шайка, лейка, вот это, или как? Какой смысл прикрывать учителям и власти городской тех детей, которые по сути есть убийцами? А смысл очень простой. Там есть группа, группа ребят, 3, 4, 5. У одного мама работает учителем в этой школе, у другого мама работает начальником паспортного стола, и так далее, и тому подобное, то есть перечислять эта группа людей, вот вам ответ на вопрос. Причем, когда звонили родители мне с этой школой, мамы были возмущены тем, что сами учителя, видно по всей вероятности, то ли за какие-то благодарности, то ли за какие-то покрывают и решают все эти вопросы. Дитина померла. Такие явища, открытый интернет, через тиждень, через два в Украине выникают. Сегодня у нас в школе нет никакой ставки на социальную, культурную, на спортивную массу, на культурную массовую работу. Никто ничем не занят. В Каменской школе номер один два психолога, медпункт, который по каким-то причинам был закрыт. И я вам хочу сказать, что эти дети, эти не были дети не из благополучных семей. Школы сняли обовязок выхования. И сказать слово поганый учитель, за то, что он не выховывает, он лишь даёт информацию. Слава Николаевич, тем не менее, вы указываете сейчас на социальные причины в школе, в этой школе, и, слава Богу, в учителях все при работе, и родители были при работе. Тем не менее, речь идёт о детях, о дедовщине в школе, когда старшеклассники били парня, который был значительным. Слава Николаевич, вы не про это скажете, вы не про это скажете. Вот про это нужно сказать. Жители не платят за то, что он надзирает по туалетам. Для этого есть человек, который получает деньги. Это милицейские службы в неповнолетних справ. И вопрос стоит, что директора требует, или классного руководителя, наказать за то, что он информацию не передал в эту службу, и они не притягли конкретного, ось что требует делать. И это посадовый злочин, который имел наследки. Будь ласка, раз. Ирина, вот вы говорили, что Дима вам рассказывал, там даже если вот он ноготь сорвёт, он с вами вам об этом сообщал. Что-либо о каких-то подобных конфликтах ранее он говорил? С этим мальчиком раньше он столкнулся на лестнице, я не хотів, мама, я нечаянно там в точку столкнул на перерве, облив его соком, там, чищаем. Этот парень вот там, как слово подобрать, прессанул. Но Дима был со своим одноклассником, там, и как-то этот конфликт разошёлся, я в Рюдимочку, так всё нормально, там может, не, мам, да всё нормально, ну, как-то вот так, вот у нас такие вот случаи быв. Вы тоже учились в этой школе? Да. Расскажите, пожалуйста, что там происходит? Когда я навчалась в этой школе, таких случаев не было. Знаю один слова, он забег до бабушки, мама ему купила шапку, теплу. И он так в шутку сказал, бабушка говорит, Дима, ты до сих, уже потеплила, а ты до сих в шапки ци ходишь. А он говорит, ты как бьют в голову, то не так больно. А бабушка, это всё, что было сказано, больше никогда не жалился. Бабушка спросила, тебя что бьют? А он говорит, да не бабушка, я пошутил. Я не могу понять, почему мама умалчивает в этой ситуации. Ну вот сидит старшая сестра, Галина, вы тетя, вы тетя Дима. Игорь, давайте послушаем, тетя Дима. У меня также дети ходили, один уже закончил эту школу, другой сейчас ходит в школу. Речь в том, что моего меньшего сына, еще, оказывается, в грудне тоже был этот инцидент с старшоклассником, что они на леснице так же не разминулись, он его головой оперил и разошелся. Я про этот инцидент узнала уже в конце сечня. То есть, я спрашиваю, что ты мне сразу не сказал? Но вы бросили в школу разбираться, узнать, что случилось? Да, я позвонила до учителька, до нашего классного керевника. Она сказала, все разобралось, когда я подойду, я хочу поверить этим хлопцем, все разобралось, больше конфликтов не будет. Дети на стороне в школе так, все, что происходит, класс, это наша семья. Ни про что дома, никто не говорит. Сергей Ларсон, певец у нас в студии. Всем здравствуйте еще раз. У меня, я знаю первая причина, это мы сейчас наблюдаем тупо, как растут эти мажоры. Мажоры это те, которые все дозволено, родители их настолько разбалованы, что если вдруг что-то случается, родители отмазывают и детям ничего не происходит. У нас в этом селе тоже, вот это вот пять мажоров, у которых мама там, папа там, они разбалованы, они знают, что родители прикроют. Если он приходит маме жаловаться, мама сыночка, иди купи то, все. Вот, а как с этим бороться, я расскажу свой личный из жизни способ. На уроке физкультуры в моего брата кинули в живот сильно мяч, старшеклассники. Миша, естественно, ответил. И именно вот этот момент, когда он ответил, мячом тоже стукнул мяч и в того отлетел, увидел это учитель физкультуры. Он подошел, ударил моего брата в живот. Учитель физкультуры не разобрался, что произошло, почему он так сделал. Он сразу его ударил. После чего, естественно, поступил звонок мне. Я старший брат, я сразу же приехал туда, и приехал туда не один. Я поставил это учителя физкультуры и закрыл в кабинете на колени. Он просил прощения моего брата. На следующий день он уволился. Вот так вот моя система работает. То есть вы считаете так правильно? Это самая правильная система. Потому что это милиция, суды, оно все наказывает в другую сторону. Тем не менее, когда мы пошли к следователю, нам сказал, что уже директор подал заявление в милицию на то, что наша сторона ему угрожает. Люди, когда? Зачем? А вы говорите, а если бы я ему действительно позвонила или что-то пришла к нему? Да у меня бы в наручнике не было бы кому даже правды добиваться за память моего сына. Вообще-то, с чисто административной точки зрения, приказ должен быть на отстранение в таком случае директора школы от обязанностей до окончания следствия. Ирина, а директор сейчас остается на своей должности? Насколько я знаю, да. Отец Димы тоже приехал сегодня. Встречайте, это Виктор Артеменко. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Это правда, что... Обождите, вы так говорите, отец Димы, а это не муж нашей героини? Это отец Димы. Отец Димы, они живут раздельно, у Виктора сейчас семья. Виктор, скажите, пожалуйста, это правда, что учителя обвиняли вас и Ирину в том, что это ваша вина в том, что вы там не доглядели, не досмотрели за Димой. Такое было, да, конечно. И благополучная семья и так дальше, и я там... Чуть ли не ребенка дома убили и в школу подбросили, понимаете, уже у такого плана. Ну, вы общались с сыном. Куда, везде в слухи, кто-то сказал, кому-то что-то сделал. Ну, вы пойдите по родителям вашего же класса, соберите бумажки, сколько раз какого ребенка обвините. А потом сравните, сколько раз директор школы сообщал в них в совершеннолетии. Еще раз, Галин, что родители боятся? Батьки сами говорят, звонят, что да, и нашего, да, но боятся. Никто никуда не пидает, никто ничего не будет писать. они отримуют за свои страхи належные. У нас в студии Надежда Секан, председатель Всеукраинского родительского совета. Здравствуйте, Надежда. Почему родители могут бояться? Ведь речь же идет о их детях. Могут бояться и такие случаи не единичные, к сожалению, в Украине. Действительно, в школе бывают такие группы, которые диктуют свои умовы детям, школярам. Почему родители об этом не говорят? И, которые сбиваются в такие группы, это, как правило, або дети из неблагополучных семей, но, на сегодняшний день, это дети, чьи родители работают або в правоохранных органах по всей вертикали, прокуратура, МВД, СБУ. Або на чиновничных посадах, там, где есть честь мундира, и они честь мундира защищают. На жаль, четвертая группа это дети учителей. Когда случаются такие случаи в школе, когда кто-то пригничает детей, так называемая девчонка школьная, учителя обовязково знают, что есть дети, которые гнобляют всех детей в этой школе. Вы что-либо знали о конфликтах Димы со старшеклассниками? Он что-либо вам рассказывал об этом? Ну, как? Наши дети вообще дома ничего стараются не рассказывать родителям. Все нормально, все хорошо, папа, все нормально. Виктор, а вот сейчас, когда все произошло, вы пытались пойти в школу, там, взять вот учителей, спросить, что за старшеклассники, разобраться? Не, не ходили, потому что не было времени еще и... Нам могли исследовать ранее... Не то состояние, чтобы дети Те, кто во время урока не находился в классе, их высчитать можно математически за полчаса. Да, но не у этих детей, поймите, никто, никто из них не будет разговаривать. Как только вы напишите первое заявление и как только ребенка мажора поставят на очередь, ну, на облик, для него... А кто же его поставит? Поход в милицейскую агадемию закрыть, его туда не примут. Это же такие... Вы знаете, кто у нас мажоры? Мажоры у нас дети милиционеров, дети тех, кто работает в Белом Думе. Это у нас, для нашей каменки, это уже мажоры. А кто же их поставит? Их не родители, их на учет поставят? Все-таки мы сейчас еще больше говорим об агрессии подростков. У нас в студии психолог Анжела Бабаджанова. Здравствуйте, Анжела. Здравствуйте. Что может стать источником агрессии современных подростков? Мы относимся к жестокости как к чему-то обыденному. И если мы говорим о школе, вот такая, как здесь есть, это же не школа фактически, это секта. Потому что мы не выносим то, что происходит здесь. Анжела, да нет смысла выносить. Поймите, вы не услышали, что Станислав сказать. С этим бороться нельзя. Им можно только управлять. Эту жестокость нужно направлять на рэпе, на бокс. И лидеров реально среди каждой категории выводить, чтобы они стремились реализовывать свое лидерство в цивилизованный способ. А, Виктор, вы что-либо слышали о подобных конфликтах в этой школе, где учился ваш сын? Да, есть такие конфликты, были. Но вот вы спокойно к этому относились? А что можно сделать в таких случаях? Мама и папа действительно, наверное, не знали про конфликты, которые происходили с ребенком в школе. Доверительных отношений между ребенком мамой и папой по всей вероятности не было. Мама живет в Киеве и работает, родители в разводе. У папы живет с другими детьми. Родители не выполнили свои родительские обязанности по воспитанию. Не научили ребенка держать удар. Почему же тогда в такой семье, как моя, вырос такой замечательный ангел, который знал уважение к старшим, который знал, который ходил на музыку, который рисовал, который в таких благополучных семьях, как у них, где есть и мама с чином, и папа с чином, выросли такие уроды. Почему? Виноваты не вы, и не школа, и не медицина. Я не отрицаю свою вину. Это виноваты понемножку все. Я не отрицаю. Виноваты. Виноваты потому, что надо было ребенка взять на руки и носить возле себя. Это уже сейчас, я знаю, понимаете? Это бы его не спасло возле себя. Может, спасло бы. Может, может, стоит углубиться все-таки в другое? Понятно, что нужно переформатировать состав преподавательский, естественно. А кто переформатирует ту семью, где вырос ребенок-убийца? Может, сейчас сюда их всех надо на ковер, этих преподавателей? Дети, чьи били этого ребенка? Дети детей тоже. Это было обыкновенное детское удар в лицо. Кажу, что вы говорите, это какие обычные удары в лицо? Ну, представьте, череп трясный, какие удары в лицо? Про что вы говорите? У нас совершенно есть две морали. У нас одни запуганы, боятся, вторые ничего не боятся и делают все, что угодно. У нас чиновник никому ничего не обязан. У нас родитель считает, что обязан педагог. Мы приходим в школу получать образование, нас учат недоучки. Научите учителей сначала быть гражданами этой страны. Научите быть культурными людьми. Научите чести и достоинства. Научите не обманывать. Ирина, вы говорили о том, что ваш сын Дима, он занимался музыкой. Да. Это была студия духового оркестра. Да. И у нас в студии сейчас руководитель оркестра Иван Отчинашенко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы что-либо знали о конфликтах Димы в классе? Нет, вы знаете, я не знал. Ну, я только одно чув. Я собирался, вроде бы, начали ребята говорить, что Дима скоро перейдет до нас в школу. Но вот насчет этого я говорю, я насчет этого не слышал. Иван Иванович, перед программой вы нашим журналистам рассказывали о том, что якобы Дима рассказывал вам о случаях, когда у него отбирали деньги старшеклассники. Это я не знаю. Это вообще я серьезно вам хочу сказать. Вы ничего об этом. Да, там балочки какие-то были, но я этого не знаю. Иван Иванович, вы рассказывали, что мальчик настолько чувствовал себя одиноким, мальчик чувствовал себя без внимания, что приходил к вам, как к родному отцу, что настолько у вас были дарители отношений. И вы же рассказывали журналистам о том, что он и вам жаловался, что и отбирают деньги, да, и вымогают деньги у него. Да нет, слушайте, слушайте, я вам хочу сказать. Это просто балочки. Ну что, ну балочки. Ну вы же об этом рассказывали. Ну тики, в каком смысле я хочу сказать? Он мне такое не говорил. Только я слышал, вы не видел, вы поменяли свою точку зрения. Выходит так, что в этой каменке каждый человек боится сказать правду, потому что завтра ему разобьют голову. Абсолютно. Я вам скажу, это явный пример. То есть человек рассказывал до приезда в студию рассказывать совершенно одну историю, приезжает и рассказывает совершенно другую. Я вам скажу более того, есть бывший преподаватель этой школы, который, грубо говоря, обратился на телевидение для того, чтобы поднять этот вопрос. То есть родителям было не до этого. Мужчина моего роста и примерно моей комплекции. Где-то, вот где-то, посмотрите. Вчера, когда, когда, когда герои программы, да, выезжали, выезжали на программу, он позвонил и сказал, я не приду. Я говорю, а в чем дело? Мне вчера позвонили и сказали о том, что если сунешься, будут неприятности. В школе избили еще одного семиклассника. Сразу после рекламы в нашей программе мама пострадавшего мальчика. Не пропустите. Это топ-шоу на Интере касается каждого программа, которая меняет жизнь. Тема эфира сегодня школьная дедовщина. Местные жители рассказывают, что эти же подростки, которые побили Диму, несколько месяцев назад побили еще такого же школьника в этой же школе. Однако, по словам родителей, учителя заставили их об этом умолчать. Вот сегодня мама побитого мальчика у нас в студии. Встречаем это Людмила Ход. Добрый день. Спивчу, Ира. Я что хочу сказать? Дякую. Может, и я, и доля, и нашей какой-то вины может, в чем-то не догадали детей. У меня Ваня, сын. Его тоже эти самые одноклассники побили перед Новым годом. Он пришел домой и говорит мне, ма, плачет. Зайшел в хату и плачет. Я говорю, что случилось? Он говорит, ма, меня побили. Я говорю, как это тебя побили? Одноклассники. Я говорю, куда они тебя били? Под ребра. Я говорю, а ты что, не мог их отсечить? Нет, ма. Двое держали, один бил. Людмила, вот ваш сын Ваня. Ваня здесь в студии. Ваня, это правда? Так было? Да. У нас были в школе по футболу. Ну, я зайшел в спортзал поделиться. Ну, они что-то стояли, мне стилбаны сначала давали. Старшие? Старшие. Да. За что? Просто так? Просто так. Ну, а потом я хотел выходить. Ну, у меня есть одноклассники, свидетели. Они меня не выпускали, но я хотел уже выйти, а он меня ударил под ребра. Вань, а ты рассказал вот учителям? Да, они их просто не боятся. Что им? В смысле учителям рассказывают, что он послухал, а, ну, хорошо, ну, не буду больше, а дальше продолжаю делать. Они, например, могут все ударить и запугать. Если расскажешь, то будет все хуже. Вань, у тебя папа есть? Не загрожают им. Ну, есть папа? Есть. Ну, ты папе это рассказывал? Да. И что, папа, посидел с тобой, ну, ладно, сынок, доживет или сказал, пойдем к этому ублюдку, я ему волшку пробью. Не перебивайте, давайте расскажет он. Ходилами в школу, болакали с ними. Сказали, что убийца не будут, но все равно, не дай слова, не продолжали. Людмила, а почему вы в милицию не обратились? У них же и родители в милиции работают. К кому обращаться? Вот если вот мою семью коснется, мне все равно, эти суды, правоохранительные органы, я пойду просто убью этого человека. Вот отвечаю вам. У меня была ситуация тоже, мою девушку сбивал ее бывший парень, и у меня уже начали с ней отношения. Он с нее сорвал серьги, избил ее, пугал меня ракетирами, пугал меня милицией. Я ему проломал нос, меня вызвали в милицию, написали заявление. Сергей, ну ты понимаешь, насилие порождает насилие, а мы не должны к самосуду сейчас призывать. Людмила, расскажите, пожалуйста, вот что вы сделали, что вы сделали, чтобы защитить своего ребенка? Ну, человек пошел до классного руководителя и говорит так и так, что обижают мою дитину. Балакали с этими учнями и с классным руководителем. Ну, они пообещали, что такого больше не повторится. Но Ваня не сказал после того, что его трогали, что дорывали, как говорят, это уже как дима не стало. Многое всплыло только после того уже, когда убили ребенка моего, уже многое после этого стало вскрываться, понимаете? Это была последняя капля. Я вам расскажу, такая ситуация у нас была в семье, когда обсуждалось то, что Дима, сынок, давай мы тебя заберем с этой школы, ты будешь ходить вот тут, ближе в школу, сюда приходит твой двоюродный брат и моя дочка младшая ходит. Он, да, да, хорошо. Он такой самостоятельный. Сам директору этой школы сказал, которую собирался переходить, обрадовался, увидел его, говорит, Иван Романович, я к вам перехожу. Попросила классный руководитель, что вы не могли бы после Нового года на пару дней, пусть он выйдет, и, и, потому что нам класс надо разделить на две группы, а если его не будет, не будет хватать одного человека, их 24 в классе. А потом сын приходит домой и говорит бабушке, и звонит мне, говорит, мама, у меня еще есть возможность подумать. Это я могу принять решение? Ну, конечно, тебе 13 лет, конечно, ты можешь решение. Тогда можно я останусь? Как вы считаете, если бы его там, как вы говорите, постоянно, я об этом не знаю, унижали, били, забирали деньги, он бы остался? Я думаю, что в 13 лет педагог или любой взрослый человек может очень быстро помочь ребенку поменять точку зрения и поменять желание и поменять настроение. Наши журналисты пообщались с ребятами, которые проходят по этому делу как свидетели. Давайте посмотрим, что они говорили. Внимание. Доброе утро. Хочу мамочке пожелать здоровья и чтобы она пережила это горе, потому что это горе, страшно. Потому что наши дети, они у святки идут. Так что не надо никаких звенувачений, пока идет следствие, мы вам ничего не расскажем. Самое большее горе это для матери. Вот такие грамотные они поставили. Боже мой. Дуже жалко и детей. И сейчас обстановка в школе. Я еще такого не видел в школе, чтобы было так все тихо. Как-то настроя уже нет. Я не прошу. Ирина, вы знаете этих ребят, да? Нет, я не знаю этих ребят. Я их знаю поименно, пофамильно. И вот так вот. Как я их знаю? Они учатся в этой же школе? Да, в этой школе. Это девятый класс. Это те дети, которые присутствовали в туалете на сегодня. Так они говорят. Мне же никого не показывают. Меня же никому не допускают. Мне имен не называют. Все знают. Все знают. Вся каменка знает, кто убил. Но вы имеете право знакомиться с правой. Дорогие родители, дорогие дети, объединитесь все вместе. Я просила, я обращалась. Скажите, кто это? Они должны ответить за свои поступки. Обязательно. В день, когда избили Диму, группа старшеклассников избила еще одного семиклассника. Его мама, Надежда Шевцова, тоже приехала. Давайте ее послушаем. Надежда Шевцова. Итак, Натя, вот в день смерти Димы ваш сын позвонил вам и что сказал? Он позвонил и сказал, чтобы отпросить его с уроку. Потому что ему наступили на ногу и ударили по ноге. Я спросила, какой последний урок. Он сказал, физика. Я сказала, сидите на физике. Когда он пришел домой, мне зателефонировала сестра, моя родная. Она сказала, тебе звонил Денис? Скажу, да. Кажет, его побили. Он мне ничего не сказал. То есть, ваш сын вам не рассказал, а как узнала ваша сестра? У него был сын под глазом с левой стороны и упухоль. Он не хотел этого сказать. Ну, я думаю, он боится это сказать. Но в этой же школе учатся ваши дети. Да, это Ваня, одиноклассник. Я позвонила до классного керевника. Хотела зясувати, что сталося. Вона сказала, мы зясуемо, мы узнаемо. Мені вона зателефонувала чуть пізніше. Сказала, я зясувала, ну, кто був. Ну, сранку мені ніхто не позвонив. Я обратилась сразу в міліцію. Так, и что в міліцію? Мы обратились в міліцію, мы написали заяву. Пришли до школи зранку. Мені попросила класна керівничка не писати заяву. Вона сказала, в нас таке ЧП в школі, пожаліте, будь ласка, могилку. Директора школи. Ну, я не слухала нікого, я написала заяву. Мені навіть даже син просив не писати, значить, він шо-то боїться. Ви бі смогли бі там щось подміять, якщо б вас назначили директором в этой школі? Ну, а як же, конечно. А яким спосібом? Ну як, ну треба якусь увагу звертати на дітей, на дітей ніхто не звертає увагу. Надежда, то есть, ви считаєте, преподаватели, они хорошо понимают, що происходит в школі, да? Естественно. А вашого ребенку во время переміны ударили і на уроки? Це сталося після п'ятого уроку, він сказав, підійшли ззаду, це його вдарили раз, і другий раз, а вже коли начався урок, шостий, це фізика була, то його уже погукали з класу, вийшли і попросили пройти підлесницю, як він сказав. Він питає, що случилось? Вони нічого не сказали, вони сказали, пішли розберемось. Потім вони налетіли на нього кучу, і так, як він сказав, п'ять-шість чоловік, били в область голови, ну у нього сенець. Так, хто это був? Однокласники дім, почти 10 чоловік їх там було. Ну, щось вони там розбиралися, і, ну, типо, той його ударив, а він відпихнув, і на нього, втіпсі, 8 чоловік налетіли. І як він може, їх 8, як він один. Понимаєте, ми говоримо об одній і той жі школі, об одніх і тих жі дітях. Тобто, значало діти молчат, не розказують родителям, потім учителя покрывають тих, хто бояться сделать замечання і як-то разобраться. Потім діти, які їх бьют, починають бити самі своїх сверстників. Разборки устраювати. Стрелки. А діти молчат і це називається дитовщинами. Діти молчат тільки по одній причині, потому що, розказав об цьому, їх обвинять в стукачісті. О, Вань, скажи, будь ласка, а ти, ось сейчас, коли ми обо всім цьому говоримо, тебе не страшно? Ти не боїшся? Не. Як ти думаєш? Возможно, що твої одноклассники будуть називати тебе там маминьким сыночком или стукачом після цього? Та нехай називати, а що ждати? Сьогодні Диму вини, злі завтра секусь, і на цьому самому місці можу бути я. Ти дуже смелий парень. Молодец. Ми будемо следить за ситуацією в вашій школі. Я считаю, совершенно однозначно, що дитина треба виспитувати, поки він ще лежить поперек. Кровати, а не вдоль її. Так ще мій дедушті говорив. І помню я ще, я по тебе помню, що учили всегда защищати младших. Вот давайте окунемся в цю середу шкільну. Эти мальчики красиво одеті. У них родители на высоких должностях. У них є модні якісь якісь там гаджетів, як кажуть, телефони і все остальне. Они лідери. вони преуспеваючі, вони уважають. Тобто це не то, що, знаєте, шпана, які всі... Це уважаємі мальчики навіть серед дітей. Сміщені поняття, моральні цінності. І ці самі одноклассники і шкільники уважають цих ребят і стремяться бути на них похожими. Тому що така шоколадна, сладка життя. Для цього родителі є, щоб показати цей ориентир, що не це є атрибутом. Можна я скажу? Я хочу сказати, що, що зараз у нас школи йдуть на самотек. Учителька отбула і дому. А що робиться с ребенком? Йе не касається. Така безответственность учительська, як она позвонила, коли це втратилося, мені в 2.15, а в половині первого його забрали в реанимацию сразу. Як? Що? Що це за время? Где воно делось? Куда делось? Це не правда, що вона ждала. Ніхого вона не ждала. Тобто прошло більше 2-х часов, да? Тобто после цього сообщили нам. Ірин, вот сейчас ви можете обратиться к родителям тех людей или к тем людям, которых ви считаєте виновними в смерти вашого сына. Наверняка, я уверена, не смотрят эту програму. Я хочу обратиться к мамам, дітей, которых просят молчать и ничего не говорить. Не запугивайте своих детей и не бойтесь сами. Пожалуйста, я вас заклинаю всем святым. Помогите, помогите свершить это правосудие. Пусть мой ребенок не останется это все так безнаказанно. А родителям этих... Что я могу сказать? Я хочу, чтобы ваши дети ответили за это. Вы никогда-никогда не почувствуете то, что чувствую я. Дай вам Бог не почувствовать, потому что меня поймет только тот, кто был на моем месте. Но вы должны ответить за то, что вы воспитали не вложили, не додали. И рассказываете, что я плохо, может, далеко, близко. Но вы близко. Вы их видите каждый день. Держите за руку и до сих пор имеете возможность целовать перед сном. Вкладывайте. Вкладывайте им в голову доброту и какую-то ответственность. приглашаем в нашу студию жителей Каменки, педагогический состав школы номер один, директора школы, классного руководителя, ребят, которые там учатся. Мы приглашаем вас на нашу программу. И желательно медиков, которые его замучили. Мы готовы дать вам всем слово, потому что это важно. Важно разобраться в этой истории. А я призываю ваше село, чтобы мужики были мужиками. Если бы родители Каменской школы номер один от страха не умалчивали о тех историях, когда избивают ваших детей, Дима Артеменко сейчас был бы жив. Да. Не оставляйте насилие над детьми, даже если ребенок не ваш. Вы... Чужих детей не бывает. Замолчали преступление, значит, стали соучастниками. Значит, взяли на себя ответственность за то, что случилось. Думайте об этом, пожалуйста. Это касается каждого. Редактор субтитров А.Семкин